приветствую дамы и господа в этом видео поговорим с вами про трейды он обновлен и в нем теперь два вида обмена стандартный обмен за доплаты как и было и впервые обмен один к одному без доплаты я об этом уже в одном из видео упоминал и в этом видео мы поговорим подробнее про это я все время считал что трейды на это в принципе мало в чем полезная вещь поскольку воспользоваться ею себе во благо тяжело а меня танки себе во вред ну либо вы должны не разбираться в игре и в танках либо я не знаю вы странный чел зачем этим пользоваться непонятно поскольку случай когда этим можно воспользоваться прям себе реально в плюс их очень мало какую-нибудь помойную семерку за лбз сдать или танк за марафон если вы получили он вообще не нравится но за марафон было много имбовых танков которые лучше не сдавать даже если он вам не нравится вряд ли вы на не имбовым старому старевшим мусоре покажете хороший результат как бы он вам нравился не нравился и так про обмен старый с доплатой это все понятно вы сдаете танк и доплачиваете недостающие золото причем момент когда вы сдаете свой танк учитывают его стоимость в голде причем только половину то есть вы уже теряете половину своего танка еще и доплачиваете за следующий а имбовых танков на выбор там особо то и нет в этом вся и фишка этого трейды на в том что там нечего получить хорошего вот какие танки 8 уровня в трейды не в обычно можно получить левым из м4 старые 50 tp amx cdc на gpz-105 е-75 с кэнер вон ах в за 120 с 5 шкода ты 27 ты 26 и 5 первый образец дерьмо с ковшом лан сенцией ста 2 фасадом 2 ты сто три м41 револьвер до 90 2 х вк 30 черный бульон хироц один бизон тс-45 вк 7-1 к лт-4-32 лора 40 тонн мод спил от вк 168 до 77 с 22 тм ст а это три 4 из 3 см за еще один мод с объекта 8 4 а цс-52 лис амк цида 59 паттон пантера 8 8 и сустався только тут лимка один центру патерин вот это весь список танков какие из них прям норм лил е-75 тс в за 120 ft ts 5 бизон тс-45 122 тм из 3 смс cс-52 лис туртал мк 1 все остальные танки они даже к этим не приблизились я бы не сказал бы что перечисленные мною танки имбовые нет они ни в коем случае не самые сильные они может быть чуть выше среднего неплохие такие нормальные танки и чтобы получить выгоду нужно откровенно сдать какой-то прям мусор и при этом при всем примерно 80 процентов танков на которые мы можем обменяться они такой же мусор и менять мусор на мусор это занятие интересно в момент сдачи танка вы теряете половину голды и потом доплачиваете на новый то чего не хватает поэтому это занятие крайне тупое теперь поговорим про обмен теперь поговорим про обмен один к одному когда вы просто отдаете танк просто получаете танк без доплаты это звучит уже как-то более-менее справедливо но разработчики мира танков не были бы разработчиками мира танков если бы даже здесь у вас не обули бы ну как в моем можем получить в танках что-то справедливое давайте посмотрим техника которую мы можем сдать skoda t56 имбища сома sm классный танк про же это уже сколько лет находится в топе по результатам bz 176 это надо быть психом чтобы это отдать больше такого танка мы ближайшие лет 300 не увидим объект 252 у и защитник это уже проверенные временем танки может быть не самые-самые бою но гораздо лучше чем самые лучшие танки которые можно вы менять в трейды не поэтому их все равно задавать такие танки нельзя потом бураск потом колесник и lc even 90 е25 type 64 это те танки которые можно отдать они все имбовые прям просто жесть разве что ел 7 90 на мой взгляд он больше мерзкий чем имбовый и имплей на любителя если вам нравится этот геймплей то для вас это прям хорошо и там когда-то вроде по скидке его раздавали или короче их в рандоме понабрали столько что просто жесть вот и lc even 90 я бы лично отдал это единственный танк который ну не мое мне не особо но нравится геймплей интересный специфический но на любителя type 64 имба шестого левла е25 это просто редкий танк который никогда уже не продается и не собирается продаваться по словам разработчиков которые никогда не обманывают такое отдавать нельзя колесника тоже нельзя давать его никогда в жизни больше не получите и остальные танки бураски все остальное вы тоже не имеете права такие танки вообще сдавать единственно что тут не смотрится evan 90 я знаю что он тут делает их в рандоме очень много практически у всех он есть он в топе по количеству боев на нем очень много сыграно их избыток в рандоме поэтому его сюда скорее запихнули чтобы избавиться от него и уменьшить количество в игре я бы не сказал бы что тут вписывается по имбовости среди всех остальных даже тот же type 64 на шестом левеле гораздо серьезнее выглядит чем его 90 но это не значит что он 90 прям мусор просто у него имбовость в маскировке они в разрывании всего боя своей пушкой броневой там альфой пробитием дпм он про другое немного опять же давайте посмотрим на танки что у левла который мы можем получить если отдадим type 64 skoda т-40 стрв м42 57 японский тигр 6 уровня т-34 85 м пудель шмудель а c4 xp что-то там су 100 y dicker max firefly vc м42 лозы pz 4s thunderbolt m41 fl 10 бред пантера а 46 вот танки которые по имбовости могут посоперничать с type 64 это pz 4s firefly vc но сложный но пушка жесть и по сути все еще до тигр тигр 6 уровня просто мощь но type 64 не хуже а во многом может быть даже и лучше если вы умеете играть на лт опять же сдавать такой танк не имеете права если вы сдадите е25 да неважно что вы получите нельзя такой танк сдавать type 62 параша fv-201 и рядом не стоял скорпион по сравнению с е-25 это вообще не танк точно так же как и стр вт kv-122 is 2m eagle 7 су-122 44 но может быть eagle 7 по имбовости конечно на седьмом уровне он что-то из себя представляет но до е-25 не дотягивает этот eagle 7 это просто и близко не такой редкий танк как е-25 и е-25 это просто как музейный экспонат у вас в ангаре вы просто не имеете права его трогать ну и давайте перечислим уже танки 8 уровня только самые лучшие поскольку я все равно уже перечислял когда мы говорили про обычный обмен нормальные танки лев е-75 т.с. wz-121 ft т.с. 5 бизон т.с. 45 122 т.м. из 3 с мз цс 52 лис туртл мк-1 и пожалуй все единственно что могу отметить что cs 52 лис это один из лучших средних танков премиумных восьмого уровня именно с обычным стандартным геймплеем среднего танка и он самый наверное один из самых дешевых если его покупать в прям магазине его легче наверно просто купить чем сдавать какой-то редкий имбовый танк и получать просто хороший и нередкий поскольку любой танк который здесь предложен для того чтобы вы его отдали он сильные имбовые и зачастую редкий но те которые у нас подготовлены для обмена которые мы можем получить они вообще не редкие они раздаются как горячие пирожки налево и направо с лопаты еще и некоторые из них вообще полный мусор а некоторые дешево стоят в при магазине и часть из этих танков за боны можно взять такие как е-75 т.с. поэтому здесь вообще не актуально его покупать не актуально его в трейды не брать зачем он нужен если можно взять его за боны бесплатно нужно только на фармить боны а у нас со временем все равно собираются чтобы мы не делали они потихоньку до приходят к нам на аккаунт поэтому ну елку я бы сдал те танки которые хорошие я перечислил я высказал е-75 т.с. я бы за боны лучше брал лев ему столько лет что он уже мог у вас и так как-то появится т.с. 5 можно было бесплатно в микрофоне получить в за 120 очень хороший но геймплей специфический бизонты там пушка такая что стабилизация не очень может не понравится из 3 сам за не едет но очень дпмный и барабанный 122 т.м. не дпмный и так себе ездит но на любителя турту мк один в принципе как тяж неплохая пт ну и прям там который мне больше всего из этого всего нравится это cs52 лис и елка дешевый танк и cs52 лис дешевый вот где-то в этом районе я бы наверное может быть бы обменял больше я бы ничего не менял это если вам елка нравится то как бы здесь тоже не вариант ничего менять но я бы елку поменял на лесу но опять же леса стоит недорого и в общем и целом трейдин как по мне шагнул еще дальше от адекватности от справедливости пишите свое мнение в комментариях на мой взгляд трейдин это полная лажа сам бы варчик ради красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока